Добрый день! Приветствуем вас в рамках проекта. Сегодня мы с вами поговорим о поиске ресурсов в период неопределенности. Меня зовут Анна Фам, я доцент Департамента психологии Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Международной лаборатории позитивной психологии, а также процессоориентированный терапевт. В текущее непростое время для многих людей ребром стоит вопрос поддержания и сохранения собственных ресурсов. Как позаботиться о себе? На что можно опереться в этот период социальной турбулентности? И что может быть гарантированным источником спокойствия, радости и жизненных сил? Для того, чтобы рассмотреть эти вопросы, я предлагаю обратиться к самому понятию психологических ресурсов. Это понятие было подробно рассмотрено в концепции личностного потенциала известного современного российского психолога, заведующего лабораторией, где я работаю, профессора Дмитрия Алексеевича Леонтьева. Согласно Леонтьеву, мы можем говорить о ресурсах личности только тогда, когда у человека есть какая-то определенная задача, какая-то цель, для которой он, собственно, и собирается эти ресурсы использовать. И таким образом ресурс, он всегда для чего-то. В самом общем виде задачи личности, в том числе и особенно в период большой неопределенности и социальных катаклизмов, может быть, во-первых, опора на себя и способность собладать с этой самой неопределенностью. Умение принимать решения и сохранять ощущение своей способности влиять, если не на все, не на все, то, по крайней мере, на ряд событий своей жизни. Во-вторых, это умение ставить перед собой достижимые реалистичные цели и успешно двигаться в сторону их реализации. Ну а в-третьих, это способность выстаивать, сохранять внутреннюю прочность в ситуациях угроз и давления, как минимум защищая свои границы, а как максимум находя в кризисных ситуациях возможности для своего развития и роста. Если смотреть на личность таким образом, то ресурсами могут быть названы как собственные личностные качества, а также физические, материальные и другие особенности нашей жизни, так и особенности нашего социального окружения, которые позволяют нам поддерживать субъективное благополучие и справляться с возникающими вызовами и трудностями. Несколько лет назад мы со студентами Департамента психологии Высшей школы экономики поставили перед собой задачу создать коллективный банк наполняющих вдохновляющих ресурсов для повышения удовлетворенности жизнью. В течение нескольких недель каждый из студентов, а также некоторые преподаватели наблюдали за собой и выписывали те практики, события, переживания и мысли, которые они расценивали как поддерживающие, ресурсные, вдохновляющие и укрепляющие веру в себя. Ну и получилось такое импровизированное мини-исследование, результатами которого мне сейчас хотелось бы поделиться с вами. Базовыми ресурсами для поддержания себя оказались сон в достаточном количестве, регулярная еда, какие-то внешние, то есть физические опоры и структуры, такие, например, как прочная кровать, старинный рабочий стол, удобная одежда, тёплые сапоги, то есть поддерживающая окружающая среда, которая даёт человеку ощущение прочности мира, ощущение, что мир тебя выдерживает, ты можешь на него достаточно опереться. Следующим важным ресурсом оказались регулярные ежедневные практики или задачи, например, прогулка с собакой, ведение дневника по утрам и так далее, которые тоже поддерживают ощущение непрерывности и предсказуемости мира. И в этом же ряду оказалось и планирование собственной деятельности. Кроме того, как это не парадоксально, отсутствие ресурса было также выделено, как некий важный психологический ресурс, то есть студенты называли это словами «открыться собственной обесточенности», отмечая, что это даёт контакт с реальностью. Также было отмечено, что обсуждать отсутствие у себя ресурсов, например, сил, хорошего настроения с другими людьми и совместный поиск опор в этой ситуации тоже могло стать самостоятельным ресурсом, поддерживающим и объединяющим разных людей. Следующей важной группой ресурсов стали приятные вещи – уход за своими собственными чувствами и ценностями, уход за временем и забота о значимых отношениях. К этой же группе были причислены забота о теле, телесные удовольствия, в том числе вкусная еда, принятие ванны, слушание любимой музыки, украшение своего пространства, создание уюта, наведение порядка, а также подмечание красоты и волшебства повседневных вещей, подмечание всего разного интересного в мире. В качестве отдельного ресурса были выделены пешие прогулки, где-то за городом или, возможно, в городе, наблюдение за природой и погодой, общение с животными, а также наблюдение за ними, и ощущение себя частью какой-либо значимой социальной группы, общности, в том числе и профессионального поля. Родственной группой стало общение и времяпрепровождение с близкими, значимыми, приятными людьми. Далее было выделено культивирование позитивных состояний, то есть благодарности, любви, прощения. И в качестве важных ресурсов были отмечены семейные праздники и любые другие сборы людей, посвященные соблюдению традиций, преемственности, опыта. В качестве очень большой и важной группы ресурсов респонденты также называли отношения с собой, признание своего права на отдых, свои чувства и проявление этих чувств, доверие к себе, проявление самоподдержки, признание своей ценности. В качестве примеров таких ресурсов назывались, например, пауза в делах, разрешение себе где-то взять паузу, отдохнуть, не делать что-либо или сделать что-то незапланированное. И эти паузы были продиктованы доверием к себе и своим текущим актуальным потребностям и состояниям. Респонденты также отмечали важность того, чтобы выделять время на свои собственные интересы и увлечения, на то, чтобы заниматься спортом и физической активностью, творчеством и изготовлением подарков. В качестве отдельной практики, повышающей настроение, также назывался просмотр мемов. И отдельно отмечались такие личностные ресурсы, как оптимизм, вера в себя, надежда и чувство юмора, как те особенности личности, которые могут позволить справиться с непростыми жизненными ситуациями. Опора на себя также фигурировала как отдельный важнейший психологический ресурс. Респонденты говорили о том, что переживание, либо знание, использование своих сильных сторон, в том числе в профессиональной деятельности, это то, что очень помогает поддерживать уверенность в себе. Завершающая группа окрыляющих ресурсов касалась всего того, что позволяет человеку за очередой мелких дел увидеть некий более широкий контекст жизни и деятельности. Здесь были названы обращения к смыслам своей деятельности и жизни в целом, собственные поддерживающие убеждения, например, такое, что любой сложный день или какой-то период обязательно когда-нибудь и закончится, открытость новому опыту, а также добрые дела, например, уход за бездомными животными. Возможно, что-то или даже многое из того, что было сейчас мною перечислено, вызовет у вас чувство узнавания. И действительно, эти группы ресурсов кажутся довольно универсальными, подходящими для разных людей и разных ситуаций. При этом мне хотелось бы сделать несколько дополнительных комментариев. Во-первых, для того, чтобы уровень субъективного благополучия был высоким, важно следить не только за наполнением и поддержанием ресурса, но также и за тем, чтобы его осознанно расходовать. Можно понаблюдать за тем, что в вашей жизни вас истощает, не приносит радости, не окажется важным и осмысленным, или же даже воспринимается как пустая трата времени и сил. И подумать, можно ли сделать так, можно ли сделать что-то для того, чтобы этого бесполезного и неприятного в жизни стало меньше. Если ресурсов в целом мало, можно посмотреть, а на что они вообще уходят. Так, например, если бочка для сбора дождевой воды, поставленную водостока, долго остаётся почти пустой, то можно проверить бочку на наличие течи и потери герметичности. Во-вторых, важно не путать ресурсы первого и второго порядка. То есть, если вы находитесь в состоянии физического истощения, важно, чтобы в первую очередь вы могли позаботиться о качестве и количестве сна и регулярном питании, а не о том, чтобы разнообразить свой круг общения, сходить на выставку или, например, начать личную терапию, так как работа с психологом – это тоже хоть и невероятно полезная и часто очень поддерживающая, но при этом и ресурсоёмкая практика. И для встречи с самим собой тоже нужны силы, душевные, интеллектуальные, физические и вдохновение. В-третьих, важно изучить ваши индивидуальные индикаторы истощения. В состоянии стресса и истощения мы, как правило, делаем то, что умеем делать лучше всего на свете. И если человеку свойственно, например, увлечённо работать, не покладая рук, то состояние большой усталости и выхода из ресурсного состояния, он с большой вероятностью будет набирать себе ещё больше разнообразных дел и задач, нежели посвящать время замедлению и заботе о себе, так как забота о себе – это более сложная деятельность, требующая проявления осознанности, сосредоточенности и определённых навыков. И в-четвёртых, для того, чтобы список ресурсов был для вас по-настоящему работающим, я хотела бы пригласить вас разработать свой собственный уникальный банк ресурсов, возможно, составленный с опорой на чужие проверенные практики, но также содержащий важные лично вам компоненты. Настроиться на свою волну помогут следующие вопросы. Как вы поддерживаете себя, когда вам плохо, грустно, одиноко? Что вы любите делать больше всего на свете? От чего у вас гарантированно повышается настроение? Какие моменты жизни или, может быть, вчерашнего дня или прошлой недели вам хотелось бы непременно повторить, если бы была такая возможность? Эти вопросы – это приглашение к воспоминаниям, осмыслению и упорядочиванию своего опыта. Работа по созданию такого индивидуального банка ресурсов обязательно окупится сторицей, способствуя укреплению связи с миром, жизнью, другими людьми и собой. Пополнение своего индивидуального банка ресурсов можно сделать своей регулярной практикой, периодически обновляя, дополняя, пересматривая какие-либо вещи. Очень помогает здесь введение специального дневника ресурсов, например, в блокноте, куда можно записывать все окрыляющие, поддерживающие и мотивирующие вещи. Затем это можно перечитывать, дописывать и вспоминать что-то. Такой дневник ресурсов можно, например, положить рядом с кроватью, чтобы мотивировать себя на предстоящий день, либо записывать хорошие итоги прошедшего дня. Можно также носить его с собой и делать пометки без привязки к конкретному месту. Можно ежемесячно, например, создавать индивидуальные постеры с самыми ресурсными событиями, включая туда фотографии с близкими, билеты с удачно посещенных концертов, ну и что-то другое. И по итогам года наберется целых 12 ярких, с любовью сделанных постеров, к которым можно будет обращаться и впоследствии. Таким образом, ресурсы могут быть как универсальными, так и индивидуальными. При этом, чем лучше человек осознает, что именно его напитывает, наполняет и поддерживает, в том числе в самые непростые моменты, тем лучше он может эти ресурсы использовать. А чем больше у нас таких ресурсов, тем крепче и устойчивее связь с самим собой, даже когда кажется, что внешние связи и опоры подвергаются сомнению и рушатся. Всего вам доброго! Спасибо за внимание!